Друзья, всем привет! Сегодня у нас на связи Наталья, это эксперт по недвижимости в Германии. И сегодня мы будем разговаривать об особенности покупки и аренды недвижимости в Германии. Наталья, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Наталья. Я живу в Германии, в городе Визбаден. Визбаден, и я руководитель фирмы Наталья, и недвижимостью я занимаюсь уже более 15 лет. Окей, замечательно. Давайте тогда перейдем к вопросикам. Я подготовила таких самых актуальных вопросов, можно сказать, которые нам в принципе задают клиенты, которые интересуются именно недвижимостью. Наверное, такой самый будет первый актуальный вопрос, это плюсы покупки недвижимости. То есть, если, например, человек заинтересован в качестве инвестиций, сдавать в аренду или, может быть, проживать в будущем. Какие все-таки плюсы покупки недвижимости в Германии? Ну, естественно, самый большой, огромный плюс покупки недвижимости в Германии, это, естественно, пассивный доход. Если недвижимость приобретается из собственного капитала, то тогда пассивный доход, естественно, получается сразу. Если недвижимость приобретается при помощи ипотеки, кредита, то тогда, естественно, смотреть по выплатам, как это все получится, в какое время. И тогда пассивный доход получается в будущем. Но в любом случае, если квартира сдана или дом, который приобретается, то ипотека выплачивается сама по себе. А за какой срок примерно будет окупаться эта ипотека, если, например, человек приобретает ипотеку и сразу заселяет туда жильцов? Это зависит от того, на какую сумму покупается недвижимость. То есть, если это двухкомнатная квартира, и она покупается на... Кредит оформляется примерно на 10 лет, и квартира может быть выплачена за эти 10 лет. То есть, получается, сумма ипотечных платежей, она ориентировочно равна арендной плате. Это правильно? Мы примерно так пытаемся подбирать, да. Потому что, в принципе, вот, например, если брать по российским меркам, да, вот так вот сравнивать, то не всегда получается именно покрыть. То есть, придется все-таки немножечко добавлять что-то из своих денег, потому что всегда ипотечные платежи, они получаются выше, поэтому здесь не очень выгодно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот, если ипотека не для резидентов, кто вообще может воспользоваться ипотечным кредитом? Что для этого нужно? И могут ли вообще не резиденты брать кредиты? До 2020 года это было возможно. Это можно было предъявлять свою недвижимость, свои капиталовложения в Россию. То есть, все, что у человека было, он мог заложить в немецком банке и оформить кредит при наличии минимум 30% собственного капитала. А с этого года это уже намного сложнее стало, потому что, наверное, потому что многие очень этим воспользовались. И немецкие банки и банки теперь немножечко другую систему включили, то есть через открытие ООО немецкой. Это называется ГМБХ. А что дает это открытие? Нужно показывать какие-то доходы компании, чтобы взять кредит или просто наличие ООО этого достаточно? Нет, нужно будет проводить какие-то дела через эту фирму, то есть какая-то недвижимость получается на фирму. И, естественно, нужно будет и списывать с этой фирмы и так далее. Но это уже, скажем так, детали, мелочи, которые рассматриваются индивидуально. То есть просто понимать, что если брать ипотеку, то нужно открывать предприятие. Хорошо. То есть на законодательном уровне других вариантов и нету. Правильно я понимаю? Пока что нет. Мы ищем. Хорошо. А скажи, пожалуйста, среднюю стоимость. Мы берем средний уровень. То есть, например, это не элитная недвижимость, это не студии где-то совсем за городом. Скажем так, однокомнатные, двухкомнатные квартиры для семьи. Вот примерно в каких диапазонах? Ну, скажем так, рынки каждого города разные. Город, в котором я живу, у нас цены на квадратный метр примерно 3,5-4,5 тысячи евро за квадратный метр. Но если брать чисто денежный вклад, капитал, вложить и получать пассивный доход, то у нас есть еще остался рынок, который поднимается очень-очень медленно. Это в районе Дюссельдорф, Дортмунд и так далее. И там недвижимость на сегодняшний день от 1300 до 1500-1600 за квадратный метр. То есть можно купить двухкомнатную квартиру от 40 до 80 тысяч евро. Это очень-очень выгодно на данный момент. Ну да, в принципе, можно пользоваться такой возможностью брать кредиты в своей стране. То есть если, например, в Германии не выдают для резидентов, то можно взять кредиты в своей стране и купить недвижимость. Это тоже, в принципе, неплохая возможность. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, вот я знаю буквально поверхностно, что есть возможность, как для финансово независимых лиц, которые показывают свои доходы в Германии, можно получить вид на жительство, и тут тоже задействована как-то покупка недвижимости. Но я знаю, что там цены довольно-таки высокие, поэтому не каждый человек может заинтересоваться. Потому что, например, есть там программы в Испании, в Греции, в Италии, там этот порог, он значительно ниже для финансово независимых людей. Что же у нас в Германии? Кто может получить ВНЖ? От 250 тысяч евро недвижимость, покупка недвижимости. Естественно, чем выше, тем лучше. И с собой это еще влечет некоторые организационные вопросы по поводу документов. Нужно сходить, нужно поставить, заполнить какие-то формы и так далее. То есть, естественно, это процесс. Никто не придет к тебе на покупку недвижимости и скажет, получи, пожалуйста, ВНЖ. То есть, естественно, это нужно организовать. Тут, я думаю, вы могли бы помочь с помощью оформления ВНЖ. Да, здесь уже требуются юридические услуги, именно услуги адвокатов и юристов. Скажи, пожалуйста, то есть достаточно одной недвижимости, владения, или нужно еще доказывать, что ты чем-то занимаешься в стране, помимо того, что ты владелец? Вообще-то нет. Не нужно ничего доказывать. В принципе, для того, чтобы получить вид на жительство, нужно просто въехать и иметь недвижимость. Ты пока что переезжаешь, а потом, собственно, ты раскачиваешься и начинаешь чем-то заниматься. То есть, есть и такие варианты, что рассматривали обыкновенную покупку недвижимости. И таких намного больше. А этот вид на жительство, положичный при помощи покупки, дает ли он право на работу? Или он как бы идет как по независимому финансовому лицу? То есть, как бы ты можешь там жить, но где ты берешь деньги, это, собственно говоря, твои проблемы? Вот на 100% сказать не могу, но на 99% дает. То есть, может быть, в каких-то отдельных случаях это может запрещаться, но, в принципе, вот этот вид на жительство, который я знаю, который я видела у нерезидентов, которые покупали недвижимость у нас, в принципе, он с разрешением на работу. Ага, ну, замечательно, в принципе, большой плюс. Значит, но здесь, в принципе, все понятно. Вот еще хотелось бы уточнить вопросы по поводу аренды вообще. Да, вот когда люди приезжают, например, на ПМЖ, вот они сталкиваются с такими нюансами, на первое время надо снять аренду. То есть, как это проходит процедура, можно ли снять самому, или лучше привлекать агентство. Если агентство есть, какую стоимость они берут, какой процент? Так, давай по порядку. Для того, чтобы снять квартиру в аренду, если это делается посуточно... Ну, посуточно это проще. Да, наверное, в интернете высматривается, созванивается, и заключается на посуточный договор, там, не знаю, на пятеро, на десять суток. А если это аренда, чтобы жить в ней постоянно, тут уже немножечко посложнее, если это касается больших городов. А если это касается пригородов, тут опять все легче. Тут можно приват. Ездить частным лицом, договориться, узнать, подписать договор, посмотреть квартиру и въезжать. Если это большая компания, которая находится в большом-большом городе, то, естественно, тут немножко другой процесс. Тут делаются встречи, приходит на них очень много людей, которые смотрят одновременно эту квартиру и сдают свои документы, и потом выбирается как бы из многих один. И для того, чтобы тебя выбрали, должно быть, естественно, все хорошо. Должна быть постоянная зарплата. Лучше всего рекомендации от бывших квартиростателей, если они были, и так далее. Поэтому здесь очень хорошо, если есть, конечно, человек, который за тебя может поручиться. Какая-нибудь фирма или кто-то, кто может сделать поручительную. Ну, естественно, я предпочитаю лучше поехать в пригород и договориться, и снять ту квартиру и на 15 минут дольше ехать по своим делам, чем нежели вот этот весь процесс на себя брать. Хорошо, скажи, пожалуйста, твоя компания занимается тем, что помогает людям снять аренду именно в больших городах? То есть твоя компания может поручиться и организовать, грубо говоря, вот этот процесс доверительности? Потому что если человек приехал, и вот он хочет, ну, он только хочет обосноваться, то есть он только планирует подать документы на вид на жительство, у него еще нет работы, у него еще ничего нет, как ему это все сделать? Поручиться я за него не могу, ни одна компания ни за кого поручаться не будет, так как это подсудное дело, что ли, то есть нельзя ни за кого поручиться. Вот если, например, человек нашел бы работу в какой-то фирме, и тогда его фирма пишет для него бумагу, что он хочет зарабатывать какую-то сумму денег, и как бы мы ручаемся за то, что эта сумма денег ежемесячно будет у него на банковском счету. Тогда да, просто никто не будет подписываться, то есть тогда это значит, что этот человек в любой момент может аренду скинуть на меня. То есть это, по-русски это называется, как это называется, поручительство? Ну, как-то, ну да, поручительство, да. Да, то есть это никто делать не будет, такой вариант невозможен. Получается, что человеку просто невозможно, вот если он приехал, да, и снять ему как бы жилье, то есть это не вариант, ему придется либо хостел, либо посудочный. Это реально, да? Это реально, это реально. Естественно, первое время гостиница, а потом, то есть, едется, смотрится квартира, и не обязательно, чтобы она была прям в большом городе. И даже в большом городе тоже есть. Но это просто были те трудности, о которых я вам рассказываю, что они существуют. Да, и так как у нас не хватает в большом городе 6,5 тысяч квартир для наших же людей, естественно, те, которые приезжие, и у которых еще не понятно, что с бумагами, естественно, как тут нужна помощь наша. Понятно. Ну, то есть вы помогаете организовать все эти просмотры, и, ну, получается, как я поняла, что все-таки зависит от арендодателя, да, то есть человек может предоставить, может быть, какие-то документы там с России, с переводом, да, что вот у меня там есть деньги, вот у меня счет есть, да, там, что как-то, вот у меня фирма, я там бизнесмен или кто-то еще. То есть это может как-то повлиять, правильно я понимаю? Это да, это да, по-любому. И что еще может повлиять, извини, предоплата за квартплату, то есть если, например, на полгода наперед заплатить за аренду, такое тоже возможно. Я просто из личного опыта, когда мы тоже приехали в Варшаву, тоже не зная языка, ничего, пытались сами найти без агентства, и мы столкнулись с тем, что нам, как иностранцам, ну, как бы не все соглашались даже на просмотр, плюс у нас двое детей, соответственно, маленький метраж мы не можем рассматривать, даже если мы бы согласились, например, в 40 квадратах жить, а, ну, не согласны, как вы будете в 40 квадратах жить, да, то есть должно быть, ну, соответствие метража. И в итоге, ну, мы нашли арендодателя без агентств, без всего, но мы заплатили такой залог, депозит, неплохой, заплатили, поэтому как бы договорились. Ну, плюс на нас посмотрели, что мы приехали на хорошей машине, что мы семья, что мы там, мы сказали о том, что мы занимаемся бизнесом, то есть и тут вот именно такой момент, как бы встречают по одежке. Окей, хорошо, скажи, пожалуйста, по поводу арендной платы вообще, что, сколько в среднем получается? Если в центральных городах и в районе. Да, да, здесь тоже очень все по-разному. Ну, скажем так, в нашем районе, ну, примерно от 10 до 15 евро за квадратный метр, плюс коммунальные услуги. От 10 до 15, и сколько это будет в месяц, если прикинуть, сколько это получается? Ну, скажем так, так, трехкомнатная квартира, где-то 1000 евро в месяц, плюс, скажем, 200-300 евро за коммунальные услуги. Ну, в принципе, могу сказать, что мы в Варшаве снимали, ну, мы снимали за 800 евро. То есть это была двухкомнатная квартира, то есть как бы нельзя сказать, что цены прям так сильно отличаются. Окей, ну, в принципе, по аренде понятно. А вот скажи еще, пожалуйста, вот такой момент, а как происходит, например, вот человек, да, то есть у нас есть вот услуга социальной адаптации, когда вот, ну, мы помогаем человеку подобрать жилье заранее, то есть как бы вот человек еще не приехал в страну, а ему, получается, агентство недвижимости может подобрать вот какие-то варианты. Как вот такая система происходит? Возможно ли вообще это? Да, конечно, такое возможно. То есть договориться заранее, то есть агентство берет? То есть если бы человек заранее со мной бы созвонился, сказал бы, вот мы примерно ищем квартиру такую-то, такую-то, по стоимости примерно такую-то, такую-то, то есть я бы запросила определенный пакет документов, и с этими документами, может быть, с какой-то доверенностью, я могла бы для них посмотреть эти квартиры, может быть, пофотографировать, может быть, на видео заснять, и, в принципе, можно было бы уже по доверенности заключить какую-то резервацию, какую-то квартиру, скажем, на определенный срок, то есть по приезду, чтобы встретиться, и уже квартира как бы была. Такое тоже возможно, конечно. Конечно, ну вот это супер вообще, потому что мы когда приезжали, мы вообще как-то по этому не думали, не знали, что заранее. Мы как-то отправили некоторым вариантам какое-то от себя письмо, но нам никто даже не ответил. Мы решили сейчас сходу приедем и будем все это дело решать. Ну понятно, слушай, немножко вот в первой теме по покупке я забыла спросить относительно дистанционной покупки. Это вообще возможно? То есть когда человек не приезжает в страну, может ли он купить недвижимость в Германии? Тяжело. То есть все организационные процессы, это все возможно с доверенностью. Что касается встречи с Натаром, например, тут, к сожалению, немецкие законы такие, что человек должен присутствовать сам. Если он покупает вич на себя. Если это юридическая компания, то тогда без проблем. Тогда по доверенности это все возможно дистанционно, без всяких вопросов. Окей, слушай, ну все, в принципе, тогда здесь понятно. Ну а какие-то ограничения для нерезидентов? Есть ли вообще касательно аренды или покупки? Потому что вот где я проживаю, например, есть ограничения по земля. То есть если как бы, ну, для того, чтобы купить, например, дом с землей, там нужно разрешение властей дополнительное. Если просто квартира, то можно купить хоть по туристической виде. Приехал, купил. А вот в Германии есть какие-то ограничения? Ограничения на покупку? Ну, например, да, на покупку. То есть землю можно без проблем, да, купить? Не встречалась я еще с таким. То есть просто, да? Да, конечно, только ее найти немножко нелегко на данный момент, потому что, в принципе, все сдано. Так, ну, пожалуйста, покупай, без проблем. Ну, хорошо, ну, это здорово. Окей, ну, в принципе, все понятно тогда. Как бы спасибо тебе за то, что уделила нам время. Тогда, если у наших подписчиков будут еще какие-то вопросы, я думаю, что они напишут нам в комментариях и также по номеру телефончика, который я укажу здесь на экране. Так. 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 Пока. Так. Продолжение следует...